Добрый день! Вас приветствует питомник Мария Мистик. Сегодня мы провожаем в дорогу, в новый дом, собираем и пакуем в транспортировочные контейнеры двух наших улетяточек. Они едут к Маргарите и к ее сынишке Антошке. Антон еще не очень взрослый ребенок по возрасту, поэтому для него, так как он захочет взять их все равно на ручки, посмотреть, для него выбрали сразу уже немножечко одного улетеночка постарше, 6,5 см раковины, другой 4 см, тоже, наверное, с половинкой, вот только что замеряла. Так. Да, 4,5 см. Сильверфуд. И стандартик у нас 6,5 см, боюсь поломать раковину, тяжело одной рукой снимать и одной рукой измерять. Маргарита выбрала по цвету ножки, берет она их как домашних питомцев, не в разведение, а просто для красоты. Значит, берет Маргарита их вместе с домиком. Значит, домик уже полностью оборудован. Я использую вот такой нейтрализованный сторф вместо кокоса. Это более натуральный грунт для улиток. Только единственное, надо его выбирать с правильной паш-нейтральностью, кислотностью. Я использую вот такую. Вот она написана, кислотность 5,5-6,5 см. Вот это вот безопасно для улиток. И все мои улиточки содержатся именно в таком торфе. Я его использую вместо грунта. Насыпаю на дно контейнера террариума. Примерно вот такой слой, потому что сверху у меня идет хороший слой свежего мха сфагнума. Вот это молодой мох, он очень мягонький. И улиточка не ломает об него прирост. Также я ложу листовой опад. Это листья дуба. Они являются антисептиком. И также улиточки их едят. Значит, в серединочке этого террариума у меня вот такая крышечка от такого контейнера, на которую я ложу еду. Внизу, вот видите, опять-таки слой листового опада. Значит, на крышечку я ложу еду. К примеру, зимняя еда очень опасна. Много овощей, фруктов с нитритами, нитратами. Поэтому я вот использую листовой салат в горшочке, морковочку, тыкву. На этот, скажем так, салат и морковь добавляю для архаохатин вот так примерно. Ложечка, пол-ложечки как посыпаем. Ну вот получается даже ложка целая даже не уходит. Вот так на одно питание. У меня где-то примерно пол-ложечки зерно-смеси. Это белковая получается добавка для роста тела архаохатин. Сверху еще можно добавить гомарус дафнию. Архаохатином можно это добавлять ежедневно. Вот это у нас кормовой мел. Это для роста раковины. Кальций, скажем. Вот он у меня едет также к Маргарите наборчиком. Кормовой мел и зерно-смесь. Вот такой необходимый минимум для содержания вот этих красавцев. Едут они к Маргарите вот в таких отдельных транспортировочных контейнерах, чтобы не поломать прирост. И туда положу по листику салата в дорогу. И эти маленькие контейнеры будут упакованы в термосумочку. Так как у нас в Санкт-Петербурге уже достаточно прохладно, а улитка Архаохатин является тропической, во избежание охлаждения, переохлаждения, мы вот так их транспортируем и упаковываем. Значит, в террариуме надо поддерживать. Тут сделана уже термовентиляция необходимая. И нормальный, скажем так, уровень влажности для тропической улитки это вот такой вот. Значит, добиваемся путем опрыскивания из пульверизатора на мох с фагдум. Если вам понравился наш видеоролик, подписывайтесь на наш канал, если вы нашли что-то полезное в нашем ролике. Подписывайтесь, пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все вопросы. До новых встреч на канале Питомника Марии Мистик. Абхазин. 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 Продолжение следует...